Великая Отечественная война – самое страшное событие в истории нашей страны. Ровно 77 лет назад фашистская Германия без предупреждения напала на нашу страну. 22 июня для всех жителей России – День памяти и скорби. Накануне состоялось мероприятие, посвященное земляку-партизану Ивану Федоровичу Константинову. На улице, названной в его честь, собрались жители. Памятный вечер организовали культоработники при содействии городской администрации. Ламинцы должны знать о подвигах солдат, чьими именами названы улицы города. Биография Ивана Федоровича Константинова похожа на биографии других простых советских людей – ровесников первых пятилеток. Иван Федорович родился в станице Павловской, окончил сельскую школу. Много лет он потрачил у колоков. 23-летним юношей уехал в Краснодар на строительство государственной электростанции. Константинов окончил ростовскую школу главного управления госбезопасности НКВД. Работал оперуполномоченным Тихорецкого районного отдела, следователем Туапсинского городского отдела, старшим оперуполномоченным Крымского районного отдела. В феврале 1940 года Константинова назначили на должность начальника Лобинского районного отдела НКВД. В году Великой Честной войны он сражался в Лобинском партизанском отряде. Константинов был назначен начальником разведки. Отряд базировался и действовал в районе станиц Абадзехской, Хамкентинской, Даховской, Махушевской, Костромской, Баговской, Баракаевской. Партизаны во главе с Константиновым провели более десятка серьезных боевых операций. Принимали участие во многих боевых сражениях, неоднократно громили ненцев и полицаев, устраивали засады. В ходе боевых действий отряд уничтожил сотни врагов и боевую технику, захватил большое количество различного оружия, освободил целые группы советской молодежи из фашистского плена. Партизаны готовили операцию по освобождению захваченных жителей, которых немцы держали в станице Новосвободной. Константинов послал в станицу разведчиков, а сам 9 октября 1942 года направился с четырьмя бойцами к Гавришевой поляне, где была назначена встреча со связным. Там его ждала засада. В том бою Константинов был убит. В сердцах лобинчан милиционер Константинов стоит в ряд с другими земляками, навеки прославившими свой край на Ниве служения Отечеству.